Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Карнет и в этом видео я вам скажу о том, что такое страйк, за что можно его получить, как его убрать и как можно его кинуть, в общем всё о страйках, я думаю вы поняли. Погнали! А перед началом этого видео перекинут вам канал ChibiXPlay. На нём вы найдёте много и много историй из жизни. История о том, как отпиздили The Wave, а о том, как у неё было в первый раз, если вы поняли о чём я. Ссылка на чувака будет в описании и передавайте ему от меня привет. Вообще я уже долго, реально, больше недели не делал видео. Это потому что, ну знаете, нужно было просто время, чтобы отдохнуть. Не в том смысле, что я устал от ютуба и так далее, а в том смысле то, что, ну иногда нужно немножко так отдохнуть от всего того, что делаешь на ютубе, чтобы вернуться и делать это всё с новой силой, так сказать, чтобы делать, делать и делать и делать. Давайте наберём на этом видео 2500 лайков, чуваки. Мне будет дико приятно вам просто нажать кнопочку под видео. И я такой, типа, почему я решил записать именно это видео? Так вот, по сути, мне недавно прилетел, типа, страйк. Ну, по сути, это и есть страйк за нарушение авторских прав. И в каком плане я нарушил чужие авторские права? Да, подал это нарушение один из графических дизайнеров, который делал огненный переход. Знаете, все эти вспышки огненные и так далее. Я делал видео о том, как сделать такие же огненные переходы и давал ссылку на эти самые переходы, то есть уже готовые переходы, которые кто-то слил до этого. И мне прилетел страйк за то, что я публично распространял его переходы. Так вот, я их распространял, по сути, являлся одним из распространителей. И именно поэтому мне прилетела на это видео жалоба, типа, не надо так делать, чувак. И причем видео было удалено безвозвратно, это, считайте, ну, это не очень хорошо. То видео набрало больше 50 тысяч просмотров, это видео, в принципе, было полезное. Я считаю, что давать прямо страйк и удалять чужое видео за то, что там распространяются твои переходы, это неправильно. Так как если вбить в YouTube тот же FX-140, там, как я не помню, называется, элемент с FX-140, что-то такое. Ты найдешь миллионы видео, где ты можешь скачать эти долбанные переходы. Но, видать, мое видео про переходы было одним из самых популярных, и он такой решил, эх, давайте-ка я ему жалобу кину. Я понимаю, если бы он его монетизировал, то есть все деньги шли ему, допустим, за то, что вот так вот видео вышло. Но прикол в том, что ссылка в описании даже не работала, если ты переходил скачивать переходы, она не работала. В последнее время у меня там одна проблема с Яндекс.Диском, все файлы почему-то оттуда удалились, и я хер знаю почему, это очень плохо. И на старых моих туториалах нельзя скачать файлы, которые прилегаются к ним. Перезалить я их не могу просто потому, что у меня нет больше исходников этих файлов. Ссылка в описании даже не работала, и все равно он кинул страйк. По сути, я знал, что за это можно получить страйк, но я решил пойти на этот небольшой риск. И я думал, что все четко, потому что прошло полгода с момента того, как я сделал то видео. Хотя нет, чуть меньше, там 4 или 5 месяцев, я не помню, прошло. И страйка не было, но вдруг, в новом году, чувак решил кинуть мне страйк. Самое главное то, что в последнее время, да не последнее время, наверное, год или два, скорее всего год, YouTube пересмотрел то, как относится он к страйкам и так далее. То есть, у меня, допустим, сейчас есть один страйк за соблюдение авторских прав. Написано, вы получили одно предупреждение о нарушении авторских прав. Когда раньше, если ты получал страйк, то тебе запрещалось монетизировать видео, и запрещалось загружать видео больше 15 минут и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, если ты получишь 3 нарушения авторских прав или 3 предупреждения о нарушении принципов сообщества, именно тогда тебя забанят. Если там, допустим, получишь 2 нарушения авторских прав и 2 нарушения принципов сообщества, твой канал не забанят, хотя раньше за любые 3 нарушения на своем канале тебя банили. И это уже никак не вернуть, здесь, конечно же, не подать апелляцию. Но теперь давайте именно поподробнее о том, что такое страйк. Страйк это наказание за грубое нарушение принципов сообщества YouTube. Или же это является результатом подачи права обладателям на ваши видеожалобы. Когда ваш канал получает страйк один, в принципе, вы ничем не ограничены, обычно. Такое предупреждение об авторских правах раньше длилось полгода. Сейчас, насколько я знаю, нарушения держатся всего 3 месяца, как мне было написано в письме от YouTube. Что, опять же, помогает тем, кто занимается YouTube, поскольку бывает, страйки кидают просто ни за что. Но тебе потом приходится полгода сидеть с плохой репутацией канала. Что делать, если ты получил этот страйк? Давайте начнем с моего случая. То есть, если страйк был подан, в принципе, правомерно. То есть, вы действительно нарушили чьи-то авторские права, или же вы нарушили принципы сообщества. В этой ситуации лучше не особо сильно паниковать, но я советую вам проверить все видео на вашем канале на предмет нарушения авторских прав. То есть, нет ли там какой-то чужой там музыки, нет ли там еще чего-то, как вот у меня были там, я слил флеш-эффикс и мне за это кинули страйк. Если вы не проверите свой канал на наличие каких-то других нарушений авторских прав, то вам может быть большая-большая жопа, и ваш канал нафиг удалят. Второе, что можно сделать, это обратиться к человеку, который кинул на вас страйк. Зачастую это сложно, потому что вы не знаете, кто вам кинул страйк. Там написано, у меня это было, например, написано, что какая-то корпорация мне кинула страйк, но это не так. Я зашел в описание письма, нашел там почту того человека, который мне кинул страйк, загуглил, что это за почта, и, собственно, нашел на интернете, что это какой-то там дизайнер делает что-то подобное. Можно, в принципе, обратиться к правообладателю, сказать то, что вы разместили видео не с целью заработка, хотели кому-то помочь, всячески подмазаться к человеку, которому кинул жалобу, или поговорить с ним о том, почему он на вас кинул жалобу, может, вы что-то можете в видео изменить. Это реально работает, но зачастую правообладатель, если вам кинул уже страйк, то страйк будет до конца. Поскольку все, кто кидают страйки, обычно тупые пидорасы. Вот так вот честно скажу. Потому что кидают страйки, это последнее дело на YouTube. И до этого опускаются только низший сорт людей. Ну, я так считаю, поскольку, ну, блин, алё. Я не буду называть дизайнера, который кинул на меня страйк, поскольку я не вижу в этом смысла, не хочу, чтобы его хейтили, поскольку чувак занимается тем, что занимается, и реально, то, что он подал на меня жалобу, это реально задело, в принципе. Но, бывают такие ситуации, когда вам кидают страйк просто ни за что. То есть, когда вы не нарушаете каких-либо авторских прав, не нарушаете принципов сообщества, ничего подобного. Тут, в принципе, для вас всё складывается хорошо. Вы можете смело подавать эпиляцию на эту жалобу. И, конечно, вы будете должны подтвердить, что всё, что вы используете в видео, не нарушает чьих-либо авторских прав. И, если всё окей, то ваше видео разбанят и страйк с вас снимут. Но, если вы являетесь игровым каналом, то всё будет сложнее, поскольку любой геймплей, который вы записываете по играм, он принадлежит не вам, а компании-разработчику, который создал эту игру. То есть, по сути, права на всё, что вы сняли у разработчиков. В любой момент, когда могут ваше видео забанить, если захотят, поскольку какая-либо игра, это их интеллектуальная собственность. Но не бойтесь использовать геймплей, снимайте летсплей. Я говорю о том, что доказать, что весь геймплей, который вы записывали в игровых видео, будет сложнее, поскольку изначально все права принадлежат компанию-разработчику, а не вам. И также, чтобы не быть последней паскуды, советую вам написать человеку, который кинул вам жалобу, и рассказать ему, чтобы он её отозвал. Иначе у этого человека будут проблемы с тем, что он кинул неправомерную жалобу на ваш канал. Можешь тоже написать человеку, который кинул на вас жалобу, что, сука, бля, сними, а то я знаю, что она неправомерная. Никогда не верьте сайтам или каким-то незнакомым людям, которые пишут вам, типа, я сниму страйк с твоего канала, дай мне пароль и логин от вашего канала, или скинь мне там 5000 рублей на Киви, и я тебе с канала сниму все страйки. Нет. Страйки может снять ваша партнёрка, если она кому-то там обратится, кому-то из гугла, или напрямую к тому человеку, который кинул на вас жалобу, и всё разъяснит ему. И никто другой, кроме разработчиков ютуба, гугла, каких-либо модераторов, администрация вашей партнёрки и так далее, с вас страйк не снимут. Если у вас на канале, в принципе, один страйк, то вам бояться нечего. Ничего у вас сейчас не будет пропадать, никакие функции у вас не будут с канала сниматься. Так что следите за тем, что вы используете в своих видео, следите за теми ссылками, которые даёте в вашем видео. Даже если вы будете давать ссылки на какую-нибудь пиратскую игру, при желании, если вдруг разработчик... Если вдруг разработчик увидит то, что вы снимаете видео, где в описании даётся ссылка на пиратскую версию этой игры, он может вас моментально нахер забанить за то, что вы нарушаете авторские права и одновременно принципы сообщества, поскольку вы распространяете пиратский контент. И я, в принципе, после того, как слил те флэш-эфиксы, больше подобным делом не увлекался. Я уже тогда знал, что у меня могут быть проблемы, но я всё равно решил рискнуть. И, собственно, рискнул, ну и ладно. Какая разница, всё равно ничего особо сильно не поменялось. И хорошо, что я не использовал подобные фичи всегда, то есть не кидал какие-то ссылки на платные проекты, платные какие-то плагины и так далее для Афтерэффекса и Сони Вегаса без разницы, поскольку тогда каналу было бы пиздец. И, так сказать, на 100 тысяч подписчиков канал был бы удалён. Это было бы очень и очень мило. Кстати, скоро 100 тысяч подписчиков, это типа... Чё ебать, скоро 100 тысяч? Уже на этой неделе, по моим охеренным расчётам, ну в субботу или в пятницу, будет уже 100 тысяч подписчиков на канале. И, честно, я даже не знаю, как это отпраздновать, чё надо делать, ведь вас так много станет, жопа какая-то. За последние 30 дней на мой канал подписалось 18 тысяч человек. За месяц 18 тысяч. И просмотров более миллиона за последние 30 дней. Не суть. Главное было вам рассказать о том, чё такое страйк, как его можно снять, за что вы можете получить страйк и так далее. Если вам понравилось это видео, давайте наберём на это видео 2500 лайков, чуваки. На прошлом видео мы набрали 2000 лайков, давайте на этом наберём 2500 лайков. Мне будет дико приятно вам просто нажать кнопочку под видео. И я такой, типа, спасибо, бро, как раз будет мне такой подарочек на 100 тысяч подписчиков. Много лайков под этим видео, вот. Также я постараюсь выпустить завтра новое видео, так что не забывайте заглянуть на мой канал ещё завтра вечером. Будет ещё один видосик. Ммм, наисекс. Короче, ставьте лайки на это видео. Пишите в комментариях вообще любое слово, которое пришло вам в голову. Вообще любое, серьёзно, вот там пришло в голову слово какое-то. Пишите его в комментариях. Но не пишите в комментариях маты, поскольку маты будут автоматом банить. Это вот такой спам-фильтро на YouTube стоит у меня, например. Так что пишите любое слово в комментариях, если вы сейчас слышите мой голос. Просто любое слово. Я пойму, что вы крутой чувак, если вы просто напишите что-то рандомное. Так что пишите в комментариях любое слово. Просто почему бы и нет. Ставьте на это видео лайки. И не забывайте подписываться на мой канал, поскольку это мне очень поможет. Тем более скоро 100 тысяч подписчиков. Не думал, что когда я скажу эту фразу, но да, скоро 100 тысяч. Ёпт твою мать. Если вам было интересно это видео смотреть, вот вам еще два других видео, которые вам могут тоже понравиться, поэтому клацайте на них и смотрите. А с вами был Дориан Карнет, увидимся в новых крутых, я надеюсь, очень и очень крутых видео. Пока.